Музыка Всем привет, зовут меня Рене ФФ И сегодня... Все, 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 я вернулся Спасибо, госпожа ФФ, к вам мы вернемся позже, помощь нам больше не нужна И раз уж я начал раскидывать благодарчики, я бы хотел выразить отдельную респектуху и признательность Всем братишкам, которые подменяли меня во время моего отсутствия Блин, ребят, вы реально очень круто сделали, я прям местами аж сам прогорел, как сука Ну и, конечно же, спасибо вам, вот вам, вот, кто сейчас вот это все дело смотрит Спасибо за то, что поддержали ребят, за то, что заглянули на их каналы Мне и им очень приятно, вы тоже, блять, охуенные Так, так, а что там дальше? Хит осени Хит осени? А, да, точняк! Короче, один чувак настолько сильно обрадовался моему возвращению, то, что по этому поводу песню написал Так пизда, да, ёб твою мать 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 А теперь все вместе, текст песни вы уже знаете, он до конца песни точно такой же Так пизда, да, ёб твою мать 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 Слушайте, а ведь эта тема реально может стать хитом этой осени Я отвечаю Да, крокодилов ты любишь? Да, крокодилов люблю Вот видите, ответил, и здесь тоже отвечаю Сами прикиньте, простой мотив, слов немного, а самое главное, душа. Душевные хиты в наше время это большая редкость. Вы просто посмотрите, как он выкладывается, как проявляются его эмоции, как чувствуется, что ему сейчас, что ему сейчас... Так пизда, тай, ёб твою мать. А если еще какой-нибудь лайтовый битбокс наложить, то это еще больше становится похоже на реальный трек. Так пизда, тай, ёб твою мать. Ну а теперь, пожалуй, самый интересующий всех на данный момент вопрос. А схуя ли ему... Так пизда, тай, ёб твою мать. И у меня есть одна версия. Посмотрите на руку, которую он в такт качает. Как-то странно на самом деле он это делает. Как будто он не качает, а натирает что-то. Точно! Если наложить специальный фильтр, то становится видно, что он теребит свой огромный фантомный сосок. И именно поэтому ему... Так пизда, тай, ёб твою мать. Ну или все попроще на самом деле. Ну случилось у него что-то действительно очень крутое. Ну пошел он в ванную и начал радоваться тому, что ему... Так пизда, тай, ёб твою мать. А причин может быть множество. Например, чувак наконец-то дал леща своей бабе, и она перестала выебываться. Ну или все, хватит причин. А то этот чувак вас заебет. Но вы на всякий случай скачайте себе это видео, чтобы друзьям можно было в радостные моменты посылать. Так пизда, тай, ёб твою мать. Так, народ, в общем, я думаю, настало время раскрыть вам реальную причину моего двухмесячного отъезда за границу. Съемки нового шоу, да, они были. Но это всего лишь прикрытие. На самом деле я уезжал из России, потому что боялся встретиться вот с этим чуваком. В Мариинске продавец магазина сорвала вооруженное разбойное нападение. Кадры дерзкого налета зафиксировала камера наблюдения, установленная в торговом павильоне. Вот в помещение заходит на вид обычный посетитель и просит налить пиво. Пока напиток льется, преступник вместо денег кладет на прилавок автомат. Знакомьтесь, Алкалаш. Бухающий суперзлодей со способностью доставать автомат хрен знает откуда. А я думал, такое только в играх возможно. Пока напиток льется, преступник вместо денег кладет на прилавок автомат. Какое-то не очень выгодное вложение. Купить калаш, чтобы украсть пиво за сотку. Хотя, судя по тому, что автомат так и не выстрелил, купил он его в магазине все за 40 рублей. Короче, он решил взять харизмой и убедительным актерским мастерством. Но он не учел один маленький факт. Работа в пивнухе дает женщинам плюс-то к мужественности и делает их пули непробиваемыми. Вот я бы честно засал говорить мужику со стволом. Да, наверное, она просто первый раз в жизни видит автомат. Подумала, что это какая-то очередная хуйня для вейпинга и полезла с ним драться. Когда женщина все же попыталась позвать на помощь, между ними завязалась борьба. Налетчик скрылся с места преступления. Уже через несколько минут он был задержан. Полиции выяснилось, что незадолго до этого нападения злоумышленник ворвался в помещение кафе, где под угрозой автомата похитил порцию шашлыка. Теперь злоумышленник арестован. Блин, такой охуенный вечер мужику испортили своими сраными арестами. С другой стороны, если бы его не задержали, то он и дальше бы продолжил собирать пазл своего вечернего досуга. А потом он ворвался в магазин электроники и украл телевизор. Оттуда поехал в бар и под угрозой автомата потребовал предоставить ему друзей для совместного просмотра футбола. Но вообще на самом деле это видео наглядная иллюстрация очень сильно заниженных амбиций. Вы только подумайте, у чувака был автомат. Автомат! И вместо того, чтобы спланировать ограбление банка или устроить какой-нибудь местный переворот, он решил просто отжать похавать и подпиться. По-любому его мать в детстве задрачивала и говорила, что он ничего в жизни не добьется. Ну или во всем виноваты друзья. Э, пацаны, смотрите, там Леха какую-то хреновину тащит. Здорово, чуваки, смотрите, я автомат намутил. Золотой. Давайте это, пивка! Не, ну может лучше банка или... Пивка! Блин, да ладно вам, ребят, может что-нибудь посерьезнее? Пивка! 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 Эх, ладно, ладно, пивка так пивка. И похавать что-нибудь прихвати! А теперь моя любимая рубрика «Пойми, что хотел сказать человек в интервью». Казахская версия. Я не одна. Это, это, как сказать, это не одна я там, а что-то там где-то что-то, даже если мне директор что-то там скажет, и не дай вот как бы за угол, скажет там то, сё, вот там, там, сям, я тебе это дам, ты вот это сделай, и народу наври. Я этого делать не буду. Не дай бог, она будет кому-нибудь объяснять слово в игре «Шляпа». За угол. Скажет там то, сё, вот там, там, сям. Блин, ты можешь нормально объяснить? Я этого делать не буду. Не, ну что это за херня? Ее, походу, Кличко укусил. Про Кличко еще шутят? Нет? Ну вырежьте тогда потом, что там, что я тут стою просто? Скажет там то, сё, вот там, там, сям, я тебе это дам, ты вот это сделай, и народу наври. Я этого делать не буду. Это видео сразу перенесло меня в школьные годы. Когда отвечаешь у доски, несешь какую-то дичь, а твой кореш пытается побеспаливо тебе подсказать. Читай с листка, просто читай с листка. Прикиньте, эта тетка еще и предприниматель. Погодите, а откуда у предпринимателя директор? Хотя чего я спрашиваю, эта женщина максимально нелогична. Не то, чтобы все остальные женщины прям вот логичны. Но вот у этой тетки логика находится в отрицательном значении. И это подтверждает еще то, что она единственная, кто стоит под зонтом в солнечную погоду. Тетя, да не пались ты так, хотя бы зонт убери. Я этого делать не буду. Ну что ж, как я и обещал в начале, мы возвращаемся к госпоже ФФ. Поверьте, у нее есть что рассказать. Дамы, вот вы слушайте особенно внимательно. Всем привет, зовут меня Рене ФФ. И сегодня мы с вами поговорим на тему, как выйти замуж за миллионера. Богатых людей в России примерно 10%. Существует несколько способов. И первый способ, это общаться в их кругах. Плюс личное обаяние. Мне кажется, Рене ФФ можно верить. Вы просто посмотрите, какая на ней гламурная штора. И живет она в шикарном замке, где-то на окраине гугл-картинок. Надо немного поразмыслить. И тут у нас появляется второй способ. Это устроиться на рублевку на работу. Только вот имя надо будет сменить на Анжелу или Снежану. Хотя, не, Рене тоже подойдет. Ну а если и этот способ вас не устраивает, то у нашего эксперта по миллионерам есть еще один вариант. А я вам хочу предложить третий способ. Как говорил Владимир Ильич Ленин, учиться, учиться и еще раз учиться. Вообще-то Владимир Ильич всех миллионеров на хую вертел. Ну ладно, допустим, надо учиться, но где? И тут у нее ответ прямиком из девяностых. Я вам отвечу в компании Арифлейм. Блять, она почти минуту ссала нам в мозг только для того, чтобы заманить нас в ебаный Арифлейм. Простите, девчонки, это все коварное Рене ФФ. Если честно, можно было заподозрить неладное еще в самом начале похреново выставленному свету, который палит ее испорченное Арифлеймом лицо. Но Рене предвидела такую реакцию. И под эпичную музыку вставила фотки каких-то людей, которые получают гигантские чеки хуй пойми за что. Ладно, в общем, все уже поняли, что это вирусный ролик. Так что давайте просто досмотрим это все дело до конца и поможем госпоже Арифлейм отработать свое бабло. Делать заказы для себя и своих близких. Как известно, все женщины красят губы, мужчины бреются и все, конечно же, моются. Спорное утверждение. Ну ладно, ладно, все, не мешаю. Досматривайте, я пойду посижу что-ли пока. А также необходимо посещать все тренинги и мероприятия нашей компании. Там вы и встретите своего миллионера. А дальше флаг вам в руки и на баррикады. Спешите, пока не все миллионеры нашей компании заняты. Так, в общем, на этом на сегодня все. Я бы хотел вас пригласить на свой второй канал Moran Days, потому что там сейчас жерачок вышел. Спустя два месяца простоя у нас вышел новый эпизод, новый день и новые путешествия в Австралию. Там сейчас город Аделаида, поэтому заглядывайте в наше австралийское путешествие на канал Moran Days. Запихивайте, вас должен туда... Ну, короче, на Торе заглядывайте, там стильно, модный молодежь. Еще, еще все это дело в 4К мне вот наш оператор подсказал, я уже забыл. Там в 4К еще вдобавок. На две камеры мы снимали, там есть ставки классные разные. Дальше будет еще круче, там то, что я вначале только тренировался. Короче, много разговоров, больше дела надо делать. Го все туда, смотрите, что там. Йоу. Также я буду очень признателен вам, если вы поставите палец вверх и подпишетесь на видео на мои, если вы вдруг не подписаны. Вот. В принципе... Да вообще, на самом деле, вот все, что мне нужно. Вот мне даже деньги ваши не нужны. Можете просто вот так вот сделать. Просто вот покажите в монитор большие пальцы. Можете даже не нажимать, просто мне нужно ваше одобрение, что вы меня любите, и я люблю вас так же. Взаимная любовь и господство над вселенной. Это было Плюс 100500, меня зовут Максим. Надо как-то, наверное, по-другому попрощаться уже. Ладно, мне нужно где-то примерно три месяца, чтобы придумать новую прощалку, поэтому пока. В новом выпуске нашим героем станет неуловимый паркурщик. Что тебе привело сегодня к нам? Телеги на шее. Забиться. Разберемся, кто и зачем набивает себе золотых кобр. Что, у тебя были творческие, курьезные случаи? Золотая кобра начали. Кто за... Постигнем с Олей азы профессии барбера. Саша, принеси скотч. Потому что мы когда начнем брить, мне кажется, он будет брыкаться. Увидим родину-мать на американском бойце. Привет, это Джефф Матсон. И покажем вам обладателя самой масштабной японской татуировки в России. Джефф Матсон. Джефф Матсон.